ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Горячая благодарность правительству нашей страны за то, что российским водителям придется сделать очередное приобретение С 16 марта следующего года покидать салон автомобиля в темное время суток вне населенных пунктов Будет разрешено только в свето-возвращающем жилете, в смысле он поверх одежды должен быть Цель – уберечь автомобилиста от наезда другого авто Такое бывает, и якобы этих случаев становится больше Должны ли использовать жилеты пассажиры? Вроде как нет, так как в постановлении Кабмина говорится только о водителях Что касается стоимости упомянутого аксессуара, то это минимум 100 с небольшим рублей Но нельзя не учитывать то, что если все разом кидаются покупать какую-либо вещь, она чудесным образом резко дорожает В Госдуме хотят ужесточить наказание для водителей, которые ездят по тротуарам Предположительно, это приравняют к хулиганству Также есть предложение поднять до 50 тысяч рублей штраф за нахождение за рулем в статусе лишенника Кроме того, парламентарии грозятся в сторону любителей уличных гонок Для организаторов таких мероприятий они собираются предусмотреть крупный штраф и даже тюремный срок до двух лет Для участников – до одного года, плюс лишение прав Странные мы люди, ждем Новый год, радуемся ему Позабыв о том, что с приходом января обычно много что дорожает Новые автомобили, будьте уверены, тоже подорожают В частности, Ford сообщил о планах поднять цены на величину от 3 до 7% Прибавка сразу в 10% может коснуться некоторых моделей Audi Прирост от 2 до 8% ожидается у Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и BMW Ну и, конечно же, бензин Акцизы на него в 2018-м, как известно, поднимутся дважды 1 января и 1 июля Спрос на автокредиты в России растет так, как будто кризиса и в помине нет По данным агентства «Автостат» за 10 месяцев этого года банки одолжили нашим соотечественникам на покупку машин почти 400 миллиардов рублей За аналогичный период 2016-го было 280 миллиардов Причем популярность автокредитов растет в первую очередь не в столице, а в отдаленных от нее городах На Кузбассе, в Пермском крае, Челябинской области и так далее На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин